И два третерстепенных анонсов, не больше. Очень хорошо, когда на первой полосе, другом планом, есть лица. Лица и эмоции. У вас какие-то по времени обсуждения. Если есть, давай поклонник. Вы можете говорить или побуждать. Ну, то есть, вот, концерция. Вот это, по сути, называется дальше. Ну, концерция, это когда мы думаем, что мы где разместим, тогда мы вот рисуем вот это, называется контент-модель. Контент- это содержание, да, модель содержания. Потом мы расписываем, возможно, более детально, вот, разделы по каждому разводу. И общаемся предварительно с дизайнерами, с ним какую-то представлю, мы сами пробуем это делаем. Получаем структуру, к примеру, и макет. Вот, готово, видите, как это есть структура макета. Ну, по идее, ну, если есть, как Кайл делается, ну, как идет, но она, как правда, умана, кто делает сейчас. Вот, особенно в таких небольших проектах, все делает, что называется, столет. Поэтому, придумывается вот по этой структуре, что вот в новости, может быть, то и то, и то, подбирается какая-то информация, пишется, и тогда это все верстается, и, ну, как бы, есть некая такая пробная модель, она еще не новая, но вот на этаже вот этого написания первых заметок и их попытки слепинки поставить все в полосе, понятно, например, какие объемы текста нужны, количество знаков. На этом объеме количество знаков, не знаю, там, на А4, по-моему, 2,5 тысячи знаков. До 3,5 тысячи знаков. А А3 формат вмещает небольшим кеглем для 10. Ну, тесно очень. То есть, ну, чтобы это хорошо выглядело, лучше не больше 2. Да, больше не больше 2. Такого там оставить фотографии, нормально подписать, нормальный заголовок. Потому что если... Ну, и тут принцип такой, чем больше заметок разных, тем меньше должно быть количество знаков в каждой, потому что одна заметка на 3 тысячи знаков, это вот один заголовок, там, и текст, да, на меньшее место займет. А две заметки по полторы тысячи знаков, а одну большее место, чем одна на 3 тысячи знаков. То есть, там, два заголовка, ну, и вообще, два комплекса, да. То есть, если вы думаете мелко, новости должны быть мега-короткие. И это, как бы, отдельная задача, надо научиться писать короткие тексты. Очень короткие тексты. Для этого нужно просто вначале пропустить все лишнее, очень просто. Обычно эффект начинается с того, что с давних данных в нашей школе и так далее. Это все в классе, и начинается с того, что происходит. Дальше мы вот наполняем разделы, тут вынух не меряемся, где сколько знаков, где какие платы, где что может быть, ну, и запускаемся очень просто. Что у нас происходит с сайтом? С сайтом примерно то же самое. Только, ну, при котором немножко по-другому удобно себе визуализировать страницы. Да, но тут могут быть манцем. То есть, если мы делаем, ну, только по своей бесплатной платформе, мы пропускаем вариант экранирования и можем делать на платформе глоба. Но, тем не менее, представить в себе концепцию очень важно. Что такое структура сайта? То есть, у нас есть некая главная страница, и есть страницы, которые, ну, на которые она ведет, да, в главную. Это то, что, правильно, это отражается в мину. Да, там, новости о школе, например. У меня... Что у нас там еще есть? Код, патриотажи. Какие варианты? Что у вас есть? Какие у вас вы сделали? Водителя. Еще? Библиотека. Водителя. Библиотека. Еще для вас. Так, ладно. То есть, ваша задача довольно, в принципе, такая же. Вы должны примерно нарисовать себе каждую страничку. Да? Вот каждая страничка должна быть нарисована. Потому что... И это должен делать тот, ну, как бы, редактор. Тот, кто... Это очень такая... Когда это все дают программисту, он сначала что-то рисует... Ну, то есть, не программисту. Когда приходит какой-то программист, он есть небольшой, делает сайт. И говорит, у меня есть движок. Мы можем под него сделать сайт. Потом приходит дизайнер. Говорит, у меня есть дизайнер. Мы его можем повесить на этот движок. Да? Движок это вот, ну, все знают, да? Это система управления. Система вот, это вот техническая часть, да, внутренняя. А у дизайнера есть шаблоны. Потом приходит редактор, и он понимает, что мы с этим делаем. Вот у него есть движок второго шаблона, а он со своими потребностями теперь должен это все как-то пристроить. Вы знаете, это все с другой стороны. Сначала появляется редактор. Говорит, у меня есть вот такое-такое содержание. Я хочу его произвести там, там и там. И просто рисует нам в маке то, что он хочет видеть. Я хочу видеть вот здесь это. Вот здесь такую рубльку. Вот здесь такую. Вот здесь хочу видеть фотографии. Вот здесь будут информации. Вот здесь я хочу видеть вот это и вот это. Потом это нужно выложить в дизайн. Или дизайнер, или найти бесплатный шаблон в WordPress, который максимально подходит к нашей структуре. И, ну, если находится шаблон в WordPress, тогда отбудает вся проблема с программистом. Да, у нас нет программиста, который мы получили голову, у нас есть шаблон в WordPress. И, ну, тогда мы уже наполняем разделы. Что важно понимать при наполнении разделов? Что если у нас есть, ну, сейчас можно на новостивных сайтах, да, вот есть центральный анонс, фотография, да, и есть там еще три заголовочка, и они вот меняются, да, и ладно, вот меняются. Вот если вы такое делаете, вы должны понимать, сколько у вас на разделе и как они часто будут меняться. Потому что если у вас есть вот эти три анонса, и они меняются примерно раз в три недели, то они не нужны просто. Ну, зачем? Вы просто занимаете место. То есть по каждому разделу вы должны соотносить, прописать для себя, сколько у вас информации, сколько реально можете делать новостей в игре. Сколько. Сколько у вас реально фоторепортаж может быть, недели, три месяца. Какой у вас есть контент, вы просто должны выписать. Ага, у нас есть там кто-то будет вести блог, у нас что-то есть для библиотеки. И мы вот прописываем в наличии этих всех разделов. И потом, в зависимости от того, насколько каждый раздел популярен, насколько каждый раздел как бы наполнен и может обновляться, вы планируете место для него на центральной полосе, да, какое место зоно. Потому что, вот, ну типичная проблема, да, когда мы поставим что-то, оно там не меняется букву года, а вот, если кликнуть где-то на его углу, то вы там увидите всю нашу жизнь. Но, ну, как бы, нужно, соответственно, планировать. Если коротко. Ну, то есть, вы вот такую штуку рисуете, и потом описываете каждую страницу, и в задании вы описываете все страницы сайта, описываете, что должно быть на каждой странице, чтобы на этой страничке будут новости, слева будет колонка, которая будет отправлять, например, в библиотеку, что там, должно быть речь, одна большая статья, две маленькие, тогда описываете каждую страничку. И, ну, если вы будете это делать на Уфрайсе, на бесплатном шейте, потом, как-то, ну, и пишите, что там не было. Но, если вы работаете, и кто-то вам помогает в программе, то лучше это сделать, потому что потом они очень долго начинают тыгать вам вот эти задания. Вот, вот, вот. Что происходит в редакции? Если вот вы уже все придумали, и вам надо делать номер, или работать на сайте. Все начинается с идеи. Начинается с штурма по идеям и делам. Обычно, инфекционные, вы должны планировать это с какой-то определенной регулярностью, да, вот, как выходит, там, газета или... Ну, если сайты, надо довольно часто. Если сайты, то хотя бы раз в неделю можно собираться. Если газета, то так. И просто собираетесь... И тут, как бы, ключевое правило вот этого штурма, как и многих мостовых штурмов, да, все говорят все, никто не, ну, как бы, никто никого не лжает, все все говорят, кто-то один это все записывает, даже в порядке бреда. Потом из этого всего отбирается тема. Очень важно, чтобы в редакции все-таки был редактор, да, был человек, который берет на себя ответственность. Это может быть учитель, может быть дежурный редактор, может, например, учитель шеф-редактором, а кто-нибудь из учеников каждый раз дежурным редактором, да, вот, как бы это интересно, потому что можно каждый раз, человек может попробовать свою роль редактора. Но вот человек, который отвечает за принятие решения окончательное, должен быть, потому что если мы, вот, будем искать консенсус и все будут на раунде, то никогда не закончите. Ну, как в любом деле. Мы выбрали, например, тему, мы выбрали, что у нас будет главное, что второстепенное, мы исподелились то, что будет делать. Дальше мы обсуждаем уже каждую тему с каждым человеком и думаем, как ей лучше подать. А вот здесь лучше сделать вот эти фотографии, а вот здесь лучше поговорить с этим, а вот здесь лучше сделать вот так. Выделяем формат. Значит, все разбегаются, все пишут, потом все сдают какое-то определенное место, и очень важно, чтобы... Я так понимаю, что вот, не уклоняется отдельно выделенного места под редакцию в школе, нет? Поэтому неизручно сейчас поговорим такое, как виртуально. Поэтому очень важно договориться о правилах передачи материалов. А как Вы собираете материалы? По почте их присылать? По почте, да? Ещё как? То есть, потом, что какой-то человек приходит и говорит по главному редактору о новостях, да? Нет-нет, если вот мы создали задание, мы идём, чтобы писать материалы. А как они потом их, они присылают их по почте? Ну, почте, на ручке. Или на флэшке? На флэшке, на флэшке. Я покажу сейчас. Есть хорошая очень система, это бесплатные возможности. Кто-то слышал про облачные технологии? Конечно. Есть Dropbox, называемый, да? Это такой... Вы заходите... Это такое, как бы, некое пространство, которое Вы покупаете, ну, не покупаете, получаете всё, ладно, в Интернете. Вы устанавливаете себе программу на компьютер, и это есть, одновременно сохраняется в Интернете. Можете создать систему папок. Я сейчас покажу у себя на компьютер, потому что я активно с этим заплаты. Вот, например... Вот это один из проектов, да? Мы работаем на... Очень мелко не видно. Сейчас, можно чуть-чуть... Сделаем. То есть, очень хорошо создать... Вот так. Очень хорошо создать единую систему фото для всех, да? Вот все загрузили себе этот Dropbox, и Вы договорились. Видите, вот есть один, два, три, четыре, пять. Вот, первая папка — это текстная лидература. То есть, Вы просто все между собой договорились, Вы работали один раз правильно, что все тексты, которые сдаются, они сдаются на эту папку. По эту папку. И в этой папке имеют право, если текст да, это означает, что атор его сделал, он не имеет права большинства любить, в этой папке работают только и даты. Дальше, ну вот, у нас это работает так, у нас есть там корректор, дальше текстная маркертура уходит, если у Вас нет корректора, Вы пропускаете эту папку. Тексты на утверждение опять же пропускаете, может быть, дальше может быть тексты на лидературу. Это редактор берет тексты из папки на лидературу, складывает их в папку тексты на лидературу. Из этой папки, уже вот, если редактор положил, означает, что текст готов, его можно верстать, его нужно делать. Ну и дальше, вот, в папке верста, здесь уже то же самое, но с PDF-ом. PDF-полос на лидературу, на лидературу, на сверху. Ну, я показываю это по-взрослому, да, как в большом проекте. Понятно, что Вам нет необходимости выстраивать такую систему, но минимальная система выстроена, где Вы договариваете, вот здесь тексты, которые не редактированы, а вот здесь тексты, которые готовы, она вызывает от очень многих проблем. Проблема, которая называется, ой, да, я забыл, ой, это метод, это старая версия файда, это мы любимая, маска, ой, это же старая версия, как? Так почему она лежит в этой папке, если это старая версия, да? Если Вы договоритесь о простейшей системе, вот, организации концерта, это очень сильно упростит работу. Можно использовать Dropbox, можно использовать Google, да? А то, что, когда файл перевестили из одной папки в другую, то есть, то он убирается, да? Удалит. Удалит. То есть, старая версия, понимаете, нам просто, как только перевестили, он его сразу удалит. Ну, можно себе куда-то его сохранять, если вы хотите? Нет, я имею в виду, например, в эту папку, чтобы не запомнилось, что... Да, вот видите, да, видите, каких папок, оно должно... То есть, файл должен, как бы, перемещаться из одной папки в другую, и тогда будет сразу понятно, на каком он этапе находится. Если он здесь, значит, его уже здесь нет, значит, его уже, например, отриндектировали, и он уже пошел на велосипед. Ну, там есть разные варианты существуют. То есть, есть издательские системы, которые просто-напросто выделяют следом... О, издательские системы, да. Да. Можно ставить просто-напросто каждый из тех, кто работает с файлом, ставит за себя плюс. Ну, то есть, допустим, тогда надо считать количество плюсов. То есть, если корректор вычитал, он ставит плюс. Если вычитал линдредактор, он тоже ставит плюс. Если нет одного пульса, значит, кто-то не вычитал. Либо корректор, либо линдредактор. Ну, собственно говоря... Есть еще можно записывать в конце... Ну, в конце названия файла. Вот я, например, прочитала файл, я пишу i. Там... Если кто прочитал файл, он добавляет i, s, да. И вот в результате в названии информация какая-то жутка писатель. По названию файла скажу. Очень важно выработать единую систему названия файла. Вы договорились о том, что файл называется, например, 2, 3, номер страниц, нижнее подчеркивание или дефис, например, там тема, нижнее подчеркивание. Можно, например, написать вопрос или еще что-то, если в этой теме есть несколько разных материалов. Вот если вы договоритесь о единой системе названия файлов, который называется, вам тоже будет гораздо легче. Потому что иначе будет файл, который будет называться непонятным словом, вы будете искать автора спрашивать, о чем это и куда его ставить. И, ну, это как бы сложнит работу. То есть, пустое, такие простые павила о том, что мы делаем, как поцелуй, и не поцелуй. Точно так же стоит формализовать процедуру вычки полос и внесения права. Да? Если кто-то там, вот все это говорили, что все там почитают, и кто-то хочет что-то поправить, вы создаете, например, самый простой единый файл прав по полос, и каждый туда вписывает свою правку и, например, объясняет ее, там что убрать, что добавить. и потом это все синхронизованно вносится один раз. Потому что иначе опять это начинается проблема опыта. И я об этом вот говорю, потому что это часть, которая окажется такой простой, ну вот, кажется, можно все написать, все сделать, сейчас все поставить. Но потом как начинается вот этот круговорот текста, фотографии, и ошибок. Да, он как бы, он реально мокрый, и, ну, вот какая-то пропасть, его упрости. Ну вот, собственно, мы и говорили, да, финальная верстка, финальная очистка, обзор номера летучка. Вот, обзор номера летучка это очень важный элемент в индукционном процессе, потому что, особенно если вот издание делается для того, чтобы люди учились журналистике, да, потому что это как бы один из главных обучающих элементов. Вот у нас в газете была такая традиция, газета ходила шесть раз в неделю, но мы, как бы, находили для этого время. Каждую пятницу у нас была летучка по обзору номера. У нас был график специальный, в котором было написано, кто когда производит обзор номера. У нас там называлось «Овзираемый номер». И, как бы, по графику был хвалящий и вырубающий. Задача одного журналиста была говорить все хорошее, что было сделано за эту неделю. Ну, причем, мы забыли быть такие существенные аргументы, что вот это мы дали раньше конкурентов, а вот это мы вот здесь нашли на расточении и так далее. А другой журналист говорил о всем плохом, что было за эту неделю. начинали с плохого, потом говорим хорошее. Это невероятно эффективная методика работы с подплошением профессионального уровня журналистов. Потому что, во-первых, это дает возможность создать единую систему ценностей в этой акции. Понимать, что вот это хорошо, вот это плохо. это дает возможность понимать, где мы находимся, на каком уровне, что у нас происходит сегодня, мы как бы развиваемся по сравнению с прошлым делом, с прошлым месяцем, или нет. Какие у нас материалы лучше, на кого ориентируемся, какие мы сделали ошибки. И потому что без разбора номера весь процесс выпуска превышается такое нечто аморфное. Вот мы что-то делаем, но не знаем, где мы находимся, на каком месте. то есть, мы не знаем, в том числе. Я понимаю, что в школе нет конкурентов. Ну, по сути, да? Ну, что это? Дело такой школы нет конкурентов. Но, тем не менее, возможно, есть в других школах газеты, и тоже стоит обозревать и, ну, говорить о них. Смотрите, кто-то что-то интересное сделает. Можно стоит смотреть в интернете поискать, примеры, вот я нашел там что-то интересное и так далее. Ну, я вот понимаю, что как бы есть там дикое отсутствие времени, но если есть возможность собираться, я не знаю, на кружоке, или на кружоке, или еще как-то оформить, то этот вид работы, он очень, ну, очень продуктивный. Он значительно улучшает качество работы каждого журналиста. Единственное, тут должно быть правило, что нельзя обижаться, потому что, да, нужно по-честному творить и руку. И это тоже такая отдельная задача, да, обеспечить такой эмоциональный фон, в котором происходит конструктивный разговор, но не вот эта амбулитурная личность. Где это все происходит? Вот, в больших редакциях есть, особенно, которая делает газетный сайт, так называемый конвергентный инвизор. Конвергентный инвизор, если вы будете видеть это сочетание, значит, что это такая модная тема, когда есть очень большая редакция, с которой сидит человек 50-60, и они делают там газету, сайт, еще что-то делают. Конвергенты, мы говорили, да, куда все вместе, куда со стилистами инвизор, но это, соответственно, место, комната новостей. У нас в газете сидел человек 60-60. Какие помните? Мы сидели вот медалторы в центре, обогревали все, что происходит. Это очень эффективная форма, если нет, потому что сначала в ней дошли в советские газеты, было так, есть длинный коридор, есть кабинет, просто есть кабинет. Плавный экзактор кабинет, такой экзактор кабинет, такой экзактор кабинет, такой экзактор кабинет. Но учитывая то, как быстро сейчас все происходит, как быстро нужно реагировать, вот сейчас левый бегать по кабинетам нет. Просто нет. Пока туда добежал, уже конкуренты все дали. Поэтому в больших видах цех. Строится newsroom. Это, например, большая комната, где собираются все и строятся по определенному принципу, из проекта системы обоих. Сейчас познакомим. Это чтобы журналисты никуда не убежали. Да. что происходит в newsroom? Планируется информация. Реатив. Мы придумываем что-то новое. Происводим. То есть представим и так далее. Меняемся информацией. Меняемся информацией. Это значит, если я слышу, какой-то журналист куда-то звонит, а у меня, я вижу в интернете какую-то новость, связанную с этим спикером, я ему включу IT, спроси у него заодно вот это. Принимается решение радом себе редакторами. Контролируется ситуация и контроль качества выполнения работы. Ну и общий мониторинг. То есть смотрим информационные обороны, смотрим, что происходит, ценим результаты. Как он выглядит? Как правило, в марте принцип такой. Вы посмотрите, что есть в центре такой кружочек. Вот здесь в центре должны сидеть, я вам рассказываю, как происходит большая реакция, чтобы было впечатление мы понимали, что там все движется. Вот здесь сидят реакторы. Видите, от каждого вайта идут лучи. Вот здесь, например, сидит редактор политики, а вот здесь сидит весь отдел политики. Вот здесь сидит редактор спорта, а вот у него за спиной сидит весь отдел спорта. Чем ближе люди сидят в центре, тем они, ну, то есть те, кто работают и делают самые активные новости, должны сидеть максимально быстро в центре. Потому что вот здесь принимаются решения. Здесь могут сидеть люди, которые у нас-то называли «загонщики». Загонщики это те, кто делает «загоны». «загоны» это то, что разное чтиво, интервью, культура, вот это все называется «загон». Ну, как бы каждая редакция, наверное, стоит до тех пор. У нас были какие-то законы, еще были консервы, и так далее. Самое страшное это другие. И если отправить те редакторы, вот они все сидят спиной друг в кругу. Они сидят в круге, но спиной друг в кругу. под этим компьютером. Если что-то важное происходит, нужно что-то невидимое обсудить, они на крутящейся стуле поворачиваются, установлены в столе. И проводят совещания тут же немедленно. Ну, это вот как бы мыслись на что-то обсудить. Вот большие нормальные реалитации ускороживаются и сейчас и перестраются по вот такому примеру. Здесь где-то сидит человек, который отвечает за все индустриирование, за фотографии, он слышит тему, он сразу думает, как это нужно ирискриевать. Человек, который отвечает, например, здесь сидит, может отвечать за радио, за телевидение, или еще. И все эти люди получают информацию где-то в центре и дальше распределяют ее по своим направлениям. Виртуальное рекоменду, о котором я сейчас говорила. Можно использовать как систему папок Dropbox Chutexin. Он диалета практически начинает по всем деньгах, но бесплатного пространства там достаточно. Особенно если вы делаете у себя, например, один кто-то скачал Dropbox и пригласил еще кого-то, вам еще лишнее пространство. Если пригласили еще кого-то, у вас еще там сколько-то добавляется. Ну, то есть там двух портах. Google Drive после пользуется оттуда Google диска. Это тоже такая отличная вещь, потому что по принципу она работает очень похоже на Dropbox. Единственное, что она тоже не знаю даже в чем конкретное отличие. Может в том, что в Google Доке можно одновременно адаптировать один документ. Двоих людей одновременно адаптировать. Ну что в Dropbox с этим как раз большая лажа, потому что в Dropbox есть такой нюанс, что если у кого-то открыт файл, ты его тоже открываешь, ты начинаешь его редактировать, потом закрываешь, а потом он тебе пишет созданная конфликтующая копия. И ты не понимаешь у кого он будет открыть до этого и какие правы принесли. Поэтому тут есть такое неудобство, нужно, ну при открытии файлы встречаем, при открытии можно у кого-то еще. Но вот Google Диски это проще. Google Drive это такая програмка. То есть вам нужно все что нужно завести аккаунт в Gmail. Я, кстати, просила есть в Телекочках Gmail? Есть. Есть, да? Есть. Вы скачиваете себе опять в такую программу, можете скачать свои на компьютерном, где сможете в онлайне пользоваться. И пользоваться точно так же для обмена файлами. Google Календарик очень удобен для совместного планирования этой редакции. Вы, например, на всю редакцию можете создать один календарь. Покажу. И можете создать один календарь и пользоваться им, например, рассылая на левом уведомления о чем-то. Например, там сегодня летучка. Все там участники декорации получат по имейлу, что сегодня столько летучки. по многим параметрам по многим И если нужно при этом показывать свой экран, то можно использовать еще такую программу сайт и сессии в сессии меняться экранами и со всеми могут видеть ваш экран. для общения в видеорежиме можно еще использовать Google Windows. Если вы договоритесь, например, учитывая отсутствие времени, что раз в неделю, в вечер, это тоже удобно, потому что нужно куда-то собраться. и Google Analytics для анализа показателей сайта вчера мы не будем делать. Ключевые функции журналистов в мультимедийной редакции. Мы когда в региональных медиа рассказывали об этих функциях, потому что там вообще работает через журналистов вместе с идастся. И вот это большое количество функций, которые их забавляют, потому что они говорят, ну да, это я, и это я, и это тоже я. Но, тем не менее, важно понимать, по крайней мере, это даже как бы не люди, это зона ответственности, которая нам стоит разделить. По каждому материалу, в каждой команде, которая работает на какой-то теме, есть человек, который является мобильным журналистом, да, который собирает информацию в полях. Почему вот эти роли так распределились? Потому что, опять же, все сильно ускоряется, информация нужна очень быстро. В редакции нет времени ждать, пока вот журналист поедет, соберет информацию, и едет, выпьет кофе, а потом сядет, все писать, может все выдать. Но это нет времени, потому что документы это дадут. Поэтому, если происходит какое-то важное событие, событие как бы, все развивается так, куда едет на место мобильный журналист. Он там снимает все, что может, забирает информацию о всем, фотографирует, расспрашивает людей, записывает на диктофон, и передает это все в редакцию. Передает это все редактору, и по ходу сообщает, что я вот с этим поговорил, вот этот сказал, а вот еще можно позвонить кому-то еще что-то узнать. Редактор это все собирает, оформляет, пишет, пока мобильный журналист пробежал дальше, еще что-то собирает. Потом второй редактор, который ответственный за фото, видео, инфографику, возможно в это время делает онлайн-карту события, где произошло, если что-то произошло. Человек, если есть газета и сайт, человек, который делает газету-редактор, переписывает материал для газеты от себя, другой человек собирает другой человек, переписывает новость для сайта, и быстро ставит ее на сайт. Параллельно редактор, который отвечает за все темы, должен дать задачу эксперту, например, писать какую-то аналитику на эту тему, чтобы на завтра, на утро была аналитика. И ускорение этого всего заставляет распределять роли. Я понимаю, что в редакции школьных газет нет возможности устраивать такие литры, но тем не менее, если, например, вы делаете какую-то тему, можно даже в обучающих целях пробовать работать в таком режиме. Например, если вы делаете придумать тему, как вы работаете на последнем звонком, не знаю, какие у вас... То есть, могут быть какие-то инфоруары, можно попробовать распределить роли между несколькими людьми, посмотреть, как они сработают. Потом можно это разбирать. из чего состоит мультивидейный журналист, пробная инфографика и какие-нибудь помидоры. В некоторых случаях отсутствие мозга можно скрыть визуально на две пачки, мозг не меньше 1500 граммов, должен любить соцсети интернет, неравнодушное сердце желание новое, кедоконверс, что он должен уметь? Быстро продвигировать истории и общий язык с ними, снимать, монтировать видео, делать фоторепортаж, оперативно прибивать важные детали с места события. Руки растущие откуда надо. Он должен уметь пользоваться гаджетами. Мини-камера, штатив, свет, диктофон, USB-модель, модем, фотоаппарат, зеркалка. Ну, это как бы несколько лет назад было, сейчас это аппарат звукалка не обязательно, сейчас смартфон обязательно. Планшет компьютер. Ноги, которые кормят для противного передвижения. Ну и, в общем, какие-то такие Но главное, что человек, который собирает информацию, ему должно быть интересно, должен быть любопытен. Любопытен может быть, потому что это одно из главных качеств, потому что, если человек не может пройти мимо каких-то явно происходящих новостей на улице, значит, он где-то близко к журналисту, да? Потому что, если он начинает пытаться разограться, когда следят. по структуре, по структуре, все презентации будут. Я дам все презентации организаторов, вам их все разрешить. Ну, схема, с которой нужно стремиться. каждый журналист приносит свои темы. Каждый журналист ищет темы и приносит их на ликучку. Можно вам проговорить, например, что у каждого журналиста должно быть меньше трех тем, например. Чем четче вы это проговорите, тем больше темы получите от журналистов. Затем темы обсуждаются вместе, и редактор, по сути, он обсуждает вместе журналистом, но редактор дает задания. И, ну, по поводу того, может или не может отразаться журналист, вопрос дискуссионный. Ну, в обычной редакции, когда люди работают, он не может отразаться, это его работа. Но если журналист уже принял схему, чего бы он отрасывался. Проблема, которая может при этом возникать, это отсутствие идеи журналистов. Очень часто с этим сталкивается, и в больших редакциях очень частая проблема. Вот я сразу скажу, ну, особенно у нас там умные на ежедневной утренней планерке, у нас был ежедневный бой за этот, потому что на него приходили редакторы отделов, собирать темы журналистов, это составлять. И тут есть разные методы, борьбы, не борьбы, стимуляции. Журналисты, которые приходили на литочку без тех, у нас правилки было, мы отправляем в город, делаем опрос на улицах на тему, что слышно в городе. И иногда приносили довольно прикольные темы из этих вопросов, потому что иногда мы делали из них какие-то материалы или интересные. Но, в принципе, делать этот вопрос довольно сложно, да? Вот, кстати, вы видели по улице, тебя спрашивают, что слышно в городе? То есть, нужно было назвать тема, что вас беспокоило, что вы слышали, а что вы говорили с этими? Ну, это был такой, никто не может сказать, что все сильно любили, не надо видеть на этот вопрос, поэтому, как правило, тем не менее сильно. Ну, есть разные варианты, но, как бы, редактор должен быть в какой-то степени ну, немножко меньше демократа, да? Потому что, ну, потому что, ну, должен быть человек, который требует, который за все отвечает. Да? И, ну.